всем привет ребят сегодня у нас будет прокачка очень интересного героя именно для по локации для битвы гильдии старенький герой это у нас будет вот такой вот варлок порочный пакт также грубая сила максимальный урон то есть посмотрим я вам уже показывал у себя этого героя делаем прокачку аккаунта полностью всего поэтому в любом случае мне придется записать этот видос и для тех кто не видел еще раз показать что это за герой чем герой хорош наносит трем вражеским целям 460 процентов от атаки уменьшает их не скорость передвижения на 85 процентов также трем дружественным героем дает щит 45 процентов отражалки имеет этот щит дает еще иммунитет к одному эффекту да он 7 секунд вот так вот на 12 покажу этого героя там вообще он обалденный получается он мы пока потестим его именно с такими параметрами по талантика поставил ремочку ему специально чтобы увидеть разницу урона там и на экспедиции потестим бастион бог войны можно ставить крупную силу с любым талантом он будет у вас убиваться очень быстро принципе поэтому лучше как как на меня максимум извлечь из него пользу то есть максимум атаке чтобы он спокойно умер так окей поехали делаем эволюцию сразу и поехали делать аугментацию так отлично есть у нас агментация поехали посмотрим чем него плюс одна клетка ну такое принципе он сам по себе автопрокер поэтому если на нем будет уронами например стоять ремка смысла заморачиваться честно говоря нет так ну чё нам дадут оу ничего себе 5 и 5 перемах такое нельзя пропускать так так рогатка у нас есть осурик огни крибит на архидемона так 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 смотрим дальше стрелок сердце е . ведьмочка так ведьма в принципе сейчас не особо уже так используется медуза укротителем поставим давайте на так еще на тыковки гляну чё стоит да и на артику надо так сюда тоже надо в общем везде надо тыковка ну тыковка вблизи будет принципе и ассасин подходит арктика на архи с отражалкой принципе сейчас используется но и медуза тоже используется ладно поставим на к на арктику так есть поехали дальше еще один перемах ладно меняем троечка в принципе нам не особо спасет нас так этот на отхил тут утром где там наш варлок это в принципе по чарам если собираете максимум атаки вот отлично даже четверка есть пока сделаем так по чарам победный выпад оптимально там ослепление остальное смысла нет передач энергии то есть максимум урона собирайте доспекта того чтобы выживал тоже смысла особо нет то есть либо передача либо победный одно из двух поехали догоняем до следующего лавала сейчас будем качать созвездия так по созвездиям все собираете полностью на урон то есть крит удар крит урон на урон смысле не просто атаку лучше все таки крит крит удары крит рван чтобы максимум вылетала этого тоже будет хватать шанс плюс вот отлично уже два крита у нас есть атаку особо не вижу смысла потому что такие так она лучше процентуальное значение кого-то какой-то статки так короче теперь надо крит урон ловить крита мы наловили поехали поехали ловить крит урон блин крит ладно еще так а теперь точно крит урон крит четверка но крит четверка пятерка было бы не неплохо двойка еще лучше да прикольненько мне вот это вот больше всего нравится так огонь конечно крит урона у нас не особо много но нам должно хватать шанса крита у нас дофигища так что у нас тут ворожай и стрелок и все и до свидания качаем сразу вторую эволюцию ну ну что ж так ну то просто жесть какая-то подбери блин железную волю ставь с пак там блин продвинуться не может опять то же самое так есть добили сто восемьдесят пятый делаем эволюцию и поехали по новой тем временем качаем допов потому что на них очень много времени надо я стараюсь уже мана в принципе основным для судьбы я уже докачал сотые просветы остались у меня только ронина еще не докачаны с просветами штук так 20 но я думаю за недельку докачаю особо спешить некуда так отлично не хватает значков подсчета дожились называется так чем у меня по значкам подсчета все есть расходовал придется опять докупать книги так окей три шестерки осталось сейчас будет жестким нас варлок что мы имеем такс 10000 атаки плюс 12 с половиной тысяч бонусом жизни как видите 120 тысяч в принципе не особо много если докачаем судьбу будет конечно бешеный варлок но в этом мы сделаем со временем потестируем его поехали изначально такую сборочку тестим давайте на той же самой подземки для начала просто посмотреть урон если получится если не солью так быстро дома же только по героям как видите стычки сносит но сейчас будет интересно посмотреть какой же на десятом даже скилле будет урон ну вот как вам урон прилетел 12 лямов если не ошибаюсь в общем вот такая вот ребятушки игрушка новая у нас сколько не увидел не увидел просто но урона должно быть очень много тут сам смотритель сам по себе еще бьет напишите потом в коментах сколько там урона в общем у нас остались только одни мясо по судя по всему где-то 2 ляма по моему если не ошибаюсь не так уж и много но если прокачать на максимум да тут смотритель по 6 выдает если прокачать его на максималку на 12 то думаю в районе трех лямов будет тоже выносить возможно даже больше в принципе нам этого хватает посмотрите у нас остались только одни меса на карте можно бегать в общем одним варлоком на подзимке очень неплох в принципе с ремкой на полопа локация сейчас мы туда дойдем ну пока вот так вот так окей поехали на экспедицию так экспедиция где наш вратарь вот он так надо убрать смотрителя чтобы не было так смотрим ну тут конечно он час их просто будет шатать первые эволюции ну 260 не особо много без героя намного ярче я ожидал честно говоря больше урона раз мы быстренько придем это и на следующий уже потестим так Так, ну-ка тут, ну здание понятно, он будет рушить с одной течки, так, ну тут уже получше, против Анубиса смотрим, Анубис без эволюции, с эволюцией Анубис, я думаю его бы слил, так, надо набрать героев сюда, чтобы быстрее это все проходить. Ну вот честно говоря, что-то по урону у меня не особо он пока впечатляет, конечно мы без бафов тестим, так. Вот, отлично, есть Bigfoot 2 эволюция, сейчас мы на нем их протестим. Ну тут, тут красиво было, был биг и не стало бига, 166 есть по Анубису, ну такое себе, так, попробуем такой вот вариант, ремка плюс грубая сила. Ну 265 обычно. где-то у него под 500 тысяч жизни, в принципе, для экспедиции неплохо, так, давайте все-таки оставим вот так и уберем, поставим ремочный вариант, рунами поехали на аренку. так, чего мне тут драйк делал, я не знаю. так, отлично. зеленый смотритель, как видите, ну дамажит он, конечно, круто. здесь вопросов нет, еще раз смотритель ударил. вот интересно, успеет ли он их. мне не успеет там Афина, к сожалению, нет. вот у него за счет ремки сразу же автопрок, как видите, но душик у нас сейчас снял энергию. вот он кинул себе щит, ну тут расправился, конечно, герой без эволюции, плюс смотритель, тут один смотритель половину убивает. ну то есть вот так вот действует его скилл, он кидает на себя тоже щит, 45% отражалки, в принципе, немало, плюс иммунитет к одному эффекту. ну по урону, честно скажу, что-то меня он не особо впечатляет. так вот тут будет поинтересней, ну неплохо, половину снял, ну все, тут его просто развалили, скажем так, Фрея, куча героев, в общем, такое, его использовать можно, но уже его время тоже прошло, сейчас там Фрея есть, огнекрылые и прочее, но для без доната это очень будет полезный герой для битвы гильдий, такс, вот давайте тут сейчас на примере этом попробуем, я по-моему ремки не снимал с них, где-то там вот он, сейчас увидите, даст неплохой, в принципе, баф, замедлит их, вот как видите, замедлил, мой все, в принципе, Кенди убрал энергию и плюс вольт заблокировал, мне дал использовать скилл, такой вариант в принципе неплохо, так, тут меня ушатают, тут меня скорее всего ушатают, или нет, сейчас проверим, ничего себе, жойстики, так, поехали дальше, это интересно было, надеюсь, может здесь есть хранитель, если он включится, по идее, не, вот видите его дома, в принципе, он вместе с Кенди, автопрокерой, Кенди тоже с поручным пактом, неплохо считают, нет, хотелось бы сейчас на хранителя нарваться, посмотреть, как он от него сольется, так, может тут, к сожалению, нет, так, Фрэнки, ну давайте тут попробуем, блин, все-таки надо подниматься в топе и не пропускать дней, не сливать, потому что не наконтестировать ЗБшки. Сейчас бабуля расскажет, что почем. О, отлично, какой-то Аладдин, смотрим, а, первая эволюция, супер. Вот дал щит, в принципе, и соответственно, как видите, Некрос ударил, и ничего не смог сделать, и он сейчас будет на этой отражалке, если будет бить по героям, получать офигенную отражалку. 45% от всех, ну, видите, не может слить, хоть он первый, конечно, эволюцией, но мои тоже, как ну бы, не могут его слить. Офигеть. Явный пример того, что вот насколько герои следующие выходят, что-то нереальное просто, с порочными пактами, они просто тупо не смогли слить первую эволюцию. Вот вам прикол. Жесть, конечно. А Харнизон бы 100% затащил. Так, ну чё, кто кого? Конечно, моя рогатка Фрейд должна сейчас натянуть. 444 очка. Вот так вот. Вот такой вот, ребят, герой, в принципе, уже дальше его покажу. Герой интересный, старенький, для битвы гильдий. Ещё пригоден, но уже есть герои покруче. Всё, пишите комменты, подписывайтесь, как и больше, на лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.